Всем привет! Вы на канале Крис Арт, и сегодня мы рисуем сухой пастелью. У меня дома живет немецкая овчарка по имени Луна. Она еще щенок, ей всего лишь 8 месяцев. Вот, кстати, ее фотографии. Но она очень красивая и очень умная, и мне захотелось безумно ее нарисовать. Для начала я делаю легкий набросок пастельным карандашом. Особо не прорабатываю рисунок, так как при работе пастелью он все равно быстро потеряется. Я намечаю основные пропорции, показываю контуры рисунка. Когда я работаю пастелью, у меня очень сохнут подушечки пальцев, да и сами кисти рук тоже, поэтому я последние несколько работ выполняю в перчатках. Это обычные резиновые перчатки, они немного ребристые на кончиках пальцев, но в них очень удобно, плюс руки также не пачкаются. После эскиза я начинаю накладывать цветовые пятна, и стараюсь сразу обозначать, где свет, где тень на рисунке. Сначала это выглядит немного утрированно, но мне больше нравится работать от пятна и постепенно уточнять, детализировать рисунок, нежели прорабатывать отдельные участки, доводя их сразу до идеала. Когда я нанесла основные цвета, можно немного подтушевать рисунок. Делаю я это последнее время только перчатками, потому что бумажной растушкой это делать не совсем мне нравится, так как она немного подстирает пастель, вбирает в себя как будто. Но есть еще силиконовые растушки, попробуйте их, возможно, они вам понравятся. Но, опять же таки, они делают это недостаточно мягко, как мне хотелось бы. Перчатками для меня лично идеальный вариант, так как они не впитывают и очень хорошо растирают пастель. Переходим ко второму этапу работы над портретом собаки. Здесь я уже начинаю более подробно прорабатывать детали. Показываем красивый ее язык, свет, тень, прорабатываем глазик. Там тоже нужно показать блики, нужно показать, передать ее настоящий цвет глаз. Мой любимый момент наступает, это прорисовывание отдельных шерстинок. Также я еще добавляю какие-то цвета и смягчаю переходы, точнее портретное сходство. И делаю работу более реалистичной. Кстати, не забываем про маленькое черное пятнышко у рта. Оно есть почти у всех овчарок, как отличительная черта. И еще нужно прорисовать губу, потому что она немного вывернута, и мы видим внутреннюю часть. Ну и делаем какие-то завершающие штрихи, можно сказать, доводим до идеала. Хотя, конечно, это сделать невозможно, но стоит стремиться. Еще следует сказать о материалах, с которыми я работала. Это пастельная бумага Титсана и бюджетные мелкие Виста Артиста. Еще есть мелкие Мюнго Галери и несколько штучек Мюнгё Экстра Софт. Я их заказывала на сайте Этюдсайт. И вы можете в описании видеть ссылочку на это видео, где я распаковываю посылку. Там очень много полезной информации. Если будет интересно, можете посмотреть. Фон я решила оставить как есть. Как по мне, цвет бумаги смотрится здесь вполне удачно, поэтому я просто его почищаю, и можно сказать, готово. Надеюсь, вам было полезно и приятно посмотреть этот ролик. Оставляйте свои комменты и лайки под этим видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok